Утро от первого, мы на месте. Тринанс за руководством вручили в эту сколу в Уэллсен. Из-за принят, уезжаем. Колл-центр мошенников ликвидировали полицейские Шимкента. В офисе нашли анкетные данные 561 человека. С заявлением об интернет-аферистах в полицию обратился житель Абайского района. Мужчина сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера и поздравили с выигрышем нового Hyundai Accent стоимостью 12 миллионов тенге. Звонивший представился работником одной из сетевых компаний, которая проводит розыгрыш авто среди своих потребителей. А для получения выигрыша победителю нужно было пополнить указанный оператором счет через определенный сайт. Так доверчивый гражданин лишился свыше 4 миллионов тенге. След злоумышленников привел в город Тарас, где оперативники вывели их контору. В результате задержана группа киберпреступников из 8 человек. Самому старшему из них 28 лет, младшему 18. Выяснилось, что в Сене Ренши работали операторами колл-центров сетевых магазинов. Рабочие помещения группа арендовала в одном из бизнес-центров. Из офиса изъяли 19 мобильных устройств, 13 ноутбуков, системный блок для управления поддельными документами расчета денежных средств, памятку для общения с потерпевшими и анкетный список 561 человека. В настоящее время городским департаментом полиции проводится работа по установлению и других лиц, попавшихся на уловки мошеннической группы. Полицейские установили подозреваемого в убийстве девушки, труп которой был обнаружен 9 апреля в рассительном канале Ордобасинского района Туркестанской области. Подозреваемый – учащийся 11 класса. Он задержан и взят под стражу. По данному факту проводится досудебное расследование. По статье 99.6.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство» назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона. Пожарные вывели детей из горящего дома. На номер 101 поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажного жилого дома в микрорайоне Шим-Сити. К месту пожара были направлены 3 единицы пожарной техники, 16 человек личного состава и сотрудники Центра медицины катастроф. По прибытии на место происшествия выяснилось, что внутри квартиры сгорели постельные принадлежности. В результате своевременного реагирования пожарных двое детей были эвакуированы в безопасную зону. Распространение огня было предотвращено. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется. Службы спасения 112 обратили жители многоэтажного дома по улице Байтурсынова. Из-за ветра у них провисла крыша, которая в любой момент могла упасть. Спасатели выехали на место происшествия и с помощью альпинистского снаряжения спустили на землю свисающую часть крыши. Пострадавших и погибших нет. Пожар произошел в жилом доме и пристройке. В Шамкенте по улице Жамауа вспыхнул огонь. На место пожара оперативно направлены 5 единиц пожарной техники, 23 человека личного состава и сотрудники Центра медицины катастроф. Ауди А6 загорелась в Шамкенте по улице Майлы Кожа. Оперативно было направлено 3 единицы пожарной техники, 9 человек личного состава. Пожар локализован, полностью потушен. Пострадавших и погибших нет. Причины пожара выясняются. На территории Тюлькабасского района завершилось оперативно-префилактическое мероприятие «Боршкер». Проведен подворовой обход должников, уклоняющихся от оплаты штрафов. Сотрудники патрульной полиции останавливали и проверяли на наличие неоплаченных штрафов владельцев автомашин. Полицейским установлены и во дворе у меня штрафстоянку семь автотранспортных средств, водители которых уклоняются от оплаты наложенных штрафов. Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорости на дорогах. В МВД напомнили правила использования электросамокатов. В последние годы возросло количество разнообразных средств передвижения, которыми активно пользуются не только дети, но и взрослые. Это электросамокаты, гироскутеры и другие. Все пользователи таких средств передвижения являются участниками дорожного движения. Электрический самокат должен быть оборудован передними, боковыми и задними светоотражателями. Также в электрических самокатах должны быть передние фары и задние фонари. Должно быть звуковое устройство, позволяющее предупреждать людей, находящихся поблизости. Рекомендуемые меры безопасности при использовании самоката. Нужно сохранить хороший обзор по курсу движения. Не пользоваться мобильным телефоном или другими гаджетами. Держаться обеими руками за данное транспортное средство. Следить за своей безопасностью. Останавливать плавно и аккуратно. Не использовать средства передвижения при недостаточной освещенности и в узких пространствах. Выбирать свою траекторию и свою скорость движения, соблюдая правила дорожного движения. Сообщите о своем приближении к пешеходу или велосипедисту, когда вас не видят и не слышат. Использовать переходы, спешившие с электрического самоката. Не стоит забывать, что регулярное техническое обслуживание электрического самоката является фактором безопасности. Утро 1. Мы на месте. Триндан из-за рвота уху шире дату скалу голоса. Мы заприняты. Выезжаем.